В мире очень мало людей, которые полностью доверяют своему партнеру. Мысли о том, что при определенных обстоятельствах любимый человек может решиться на измену, занимают головы миллионов. И, конечно, эти мысли свойственны не только тем, кто уже находится в браке, но и тем, кто готовится сделать серьезный шаг в своей жизни. Эти мысли беспокоили и Владимира, который обратился в наш проект. Вот его история. Владимир, вы к нам обратились, видимо, вас что-то тревожит. Расскажите, что происходит. Ситуация несколько сложная. Вы понимаете, я познакомился с одной очаровательной девушкой, ну, женщиной уже, естественно. Она мне очень понравилась. У нас с ней очень хорошие отношения сложились. Все хорошо, все здорово. Вы понимаете, я взрослый мужчина. У меня, ну, как бы есть все, в принципе. Замечательно. Два брака было несостоявшихся. Конечно же, было немножечко тяжеловато. После этого опять переходить к сложным, серьезным отношениям. Понимаю, это травмирующая ситуация. Вот, как раз я с ней познакомился в травмпункте. Вы представляете? Она доктор, хороший специалист. Я с ней познакомился. У меня там были проблемы с плечом. И, соответственно, она мне очень приглянулась. Мы стали встречаться. Ну, так завязался у нас. Вначале Индришка, потом хороший роман. Мы стали жить вместе. У нас нормально, все хорошо. То есть вы живете вместе? Нет. Она отказывается ко мне переезжать. Потому что... Что мотивирует? Ну, у нее своя квартирка, маленькая, в спальном районе. У нее три кошки. Она не хочет пока бросать все. Ну, полностью все бросать, как бы, переезжать ко мне. Ну, может быть, она не готова к серьезным, конечно же, отношениям. Я поэтому и хотел эти отношения приблизить каким-то образом. Более конкретно уже перейти к стадии, скажем так, тесного взаимоотношения. Пригласить ее переехать ко мне, сделать, может быть, даже ей предложение. То есть я подумываю об этом. То есть я правильно понимаю, что именно то, что она не стремится к вам переехать, и для вас и является главным фактором? Да, у меня некоторые опасения. Ну, взрослая женщина живет одна. Что там у нее творится в квартире? Мы же не каждый день видимся. Я же не вижу ее каждый день с утра до ночи. Она мне не готовит завтрак. Она меня не укладывает, мягко говоря, в постель и не делает ужин. Понятно. А конкретного подозреваемого у вас нет, получается? А ситуация была недавно. Вот о чем я и хотел рассказать. Я с цветами, с тортиком пришел к ней, чтобы сделать ей сюрприз. Вот как раз-таки уже думал, может быть, и сделаю ей предложение. И зашел в тот момент, когда она на кухне сидит с каким-то мужиком. Причем в домашнем виде абсолютно. Естественно, это все привело меня в такое негодование. Я начал возмущаться, хватать его за грудки. Я вспыльчивый человек. Попытался выйти с ним уже на улицу, поговорить, скажем так, по-мужски. Потому что она же причитает, она же пытается мне что-то объяснить. Я же ее не слушаю, потому что я на психе. Просто элементарно. Естественно, я психанул полностью. Попытался его даже, хотел его побить. Ну ладно. Так скажем, разругались очень сильно. Я, естественно, с ней тоже очень сильно разругался. Сказал, что я так не могу, я не понимаю вот этого. Почему к тебе чужие мужики приходят, когда у тебя я есть. Мы месяц, наверное, не общались. Она мне названивала, а я просто-напросто не брал трубки. Я потому что не хотел с ней общаться. Ну как-то со временем все устаканилось, улеглось. Я решил с ней поговорить. И она вся в слезах объясняет мне, Владимир, это же был мой сослуживец, начальник, главврач. Она сказала, что у них когда-то были отношения, серьезные довольно-таки отношения, но они давно прекратились. И когда она встретила меня, у нее никого не было. И, соответственно, она полностью в моем распоряжении. Она меня любит. Ну, это так она мне говорит. Но вы понимаете, стоит ли ей доверять или нет, у меня сомнения возникли на этот счет. И перед тем, как все-таки сделать ей предложение, я очень бы хотел, ну, немножко вот проследить за ней. То есть ситуацию для себя уяснить все-таки, вот верна она мне или нет. Можно с ней жить или нет. Стоит с ней делать, стоит с ней совместную жизнь устраивать. Ну, можно ли делать ей предложение или нет. Вы понимаете, ну, очень сложно. Мне же все-таки уже, я не мальчик, два брака несостоявшихся уже было. И третий, вот, очень хочется проверить. Может быть, конечно, это неправильно с моей стороны. Хорошо, Владимир, понятно ваше сомнение. Мы установим наблюдение за вашей девушкой. И вскоре все выяснится, не переживайте. Единственный вопрос, можем ли мы установить наблюдение в той квартире, в которой она живет? Да, конечно, это можно сделать. У меня есть ключи, и она два дня будет на смене, на дежурстве. Замечательно. Тогда так и поступим. Начнем с этого. Договорились. Детективы устанавливают слежку за Галиной. Она выходит из подъезда. Галина приходит в травмпункт на работу. Детективы устанавливают слежку за Галиной. Отработав свою смену, Галина возвращается домой. Детективы устанавливают слежку за Галиной. 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 Женщина приходит домой, переодевается в удобное и занимается домашними делами. Наступает следующий день. Ничего необычного не происходит. Проходит еще несколько дней. Галина ходит на работу. Ничего подозрительного детективы не замечают. Продолжение следует. Продолжение следует. Тысячу лет, да? Как твоя жизнь? Ты заказала что-нибудь? Да, заказала сейчас. Как твоя жизнь? Рассказывай. Только вчера я вернулась из Подмосковья. Друзьями отдыхали в 5-этажном замке. Другой. Обучали день рождения. Слушай, ну у тебя прям здорово. Работа поменяла нормально? Не пожалела, что ушла? Да. Нет, конечно, не пожалела. Ну выглядишь шикарно, прям шикарно. Что у тебя там на личном? Замуж не вышло? Пока не вышло. Ну есть два претендента. Вот выбираем. Мечусь между двумя берегами. Какая ты молодец. Ну ничего, все нормально будет. Встаканится все. Тебя-то как рассказывали? Ну как, я все так же работаю. Ты знаешь, со своим с тем женатым сел. Мы больше не встречаемся. Вот сейчас вот у меня мужчина такой Владимир. Знаешь, хороший такой дядька. Ничего не скажу. Прям здоровский. Я прям, ну то, что нужно. Очень сильно прям мне нравится. Я прям на него запала так, прям влюбилась. Как девчонка, знаешь. Ну, короче, надеюсь, что все будет хорошо. Как бы никого больше не хочу. Тоже, знаешь, сама понимаешь, какие у нас там постоянно приходят же. И мужчины, и контингент сама понимаешь какой. Все с самими болячками все идут, все глазки строят. Ну, я же в этом трампункте-то, понимаешь. И все же приходят, и все хи-хи-хи-ха-ха. И каждый. Ну, я ни с кем не хочу ничего больше заводить. Вот с одним прям вот настроилась. Костя-то как? Он женился, нет? Ну, конечно, мне нравился кто-то. Ой, ты знаешь, он как-то заглядывал к нам. Но я вот, если честно, не было времени с ним поговорить даже. Даже не знаю, что, может, и как. Ездил вообще отдыхать куда-то? Ну, вот, надеюсь, с ним поеду. А так, как бы, ну, не получилось в этом году. Как-то слишком много работы было. В отпуск не отпустили. Работать некому. Ну, сама знаешь, там, Берия, как всегда, тот не может, тот нет. Это там, у того семья, одна же я без семьи. Поэтому... Сивочки. Спасибо большое. Ты когда к нам загулянешь, кстати, на работу? Девчонкам. Они рады будут тебя видеть. Слушай, а может, на две недели, да? Давай. Я всех обрадую, скажу, что тебя видела, что ты придешь к нам, да? Давай. Давай. А ты не можешь сама как-нибудь подгадать, чтобы на этой смене был Костя? Попробую. Попробую. Вот как раз я работаю, как раз выдала и попробую договориться. Слушай, у тебя два претендента, тебе еще и Костя. Не многовато ли будет, слушай, а? Лишнее не будет. Я хочу вот грудь увеличить. А я подровнять. Мне кажется, у меня немножко маловато. Надо увеличить. На полтора размерчика потяну. На полтора. Я могу своих. Полтора, но только по-другому не подровнять бы. Все, что, рада, я пошла. Спасибо тебе за чай. Ой, блин. Дай-ка тебе обнимусь. Какая ты, слушай, стройная, какая ты красивая. Вот мне бы тоже похудеть бы, знаешь. Спортиком, спортиком. Когда? Когда? Ну вот надо бы, надо бы. Продолжение смены. Надо бы. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Игорь. Есть кое-какие новости для вас. Дело в том, что мы видели, как Галина сегодня встречалась с подругой. Так. Зовут подругу Варвара. Ох ты, господи, боже мой. Варвара, блин. Знаете, да? Будет речь. Очень хорошо. И причем с нехорошей, так скажем, позиции. Ну, ладно. Дело в том, что из их разговора становится понятно, что никто из мужчин, кроме вас, Галина, не интересует. Да ладно. Да, на самом деле, новости хорошие, поэтому я вам предлагаю просто самому посмотреть этот фрагмент. Давайте посмотрим. Давайте. Сейчас вот у меня мужчина такой, Владимир. Знаешь, хороший такой дядька. Ничего не скажу. Прям здоровски. Я прям, ну, то, что нужно. Нормально. Хорошо сидит. Очень сильно прям мне нравится. Я прям на него запала так, прям влюбилась. Как девчонка, знаешь. Ага. Ну, короче, надеюсь, что все будет хорошо. Как бы никого больше не хочу, тоже, знаешь, сама понимаешь. Вот такая история. Ну, я эту подругу очень хорошо знаю. И вы знаете, мне всегда не нравились отношения моей женщины, моей Галечкин с этой Варварой. Она такая, ну, не люблю эти слова, аж про шмандовку, шалашовку. Ну, в данной ситуации это не имеет особенного значения. Важно, действительно ли Галина в близких с ней отношениях. И насколько можно судить о том, что она говорит именно Варваре, что является правдой. Ну, да. В этом я уверен. Потому что они в очень хороших отношениях. И давно. Поэтому ей бы она не стала скрывать. Она бы ей рассказывала все, что у нее происходило, все, что у нее было. И она бы наверняка похвасталась каким-нибудь очередным знакомством, если бы оно было. Поэтому, в принципе, я вот данной ситуации сейчас как бы доверяю тому, что происходит. Но вы знаете, опасения все равно есть. Понимаете, то, что она подруге говорит, то, что вот было. Хочется еще пару-тройку дней бы за ней посмотреть. Для того, чтобы вот убедиться именно в том, что никто к ней не приходит. Никакие мужчины не интересуются моей Галечкой. Потому что у меня все-таки серьезный шаг предстоит сделать в дальнейшем. И я хочу его сделать. И я хочу связать свои узы с этой женщиной. Она мне очень нравится. Хорошо. Давайте еще пару-тройку дней буквально посмотрим. Да, я понял ваш настрой. Давайте продолжим наблюдение. И будем на связи. Спасибо. Всего доброго. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В один из дней в дверь звонят, Галина идет открывать Галина, а вы какими судьбами? Осторожно, там дверь сейчас сидит ударится Спасибо. Знаете, я просто проходил мимо, решил зайти к прекрасной девушке Вы знаете, конечно, это все прекрасно, но как вы вообще здесь оказались и откуда вы знаете мой адрес? Ну, к влюбленному мужчине море по колено, как говорится Ну я, конечно Может быть, я войду? Ну, заходите Благодарю Благодарю Про влюбленного не знаю, но раз уже пришли, давайте тогда заходите Знаете, может быть, на ты? Меня Женя зовут Да я помню, помню, Евгения, да Давайте я закладываю Спасибо большое Конечно, я не жду гостей Шампанское, вино Вы знаете, я не пью Ой, ну что ты Такой хороший день, давай выпьем по себе Закипеть я не буду, тут чай, как раз я хотела поставить чайник, закипеть и чай, 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 я могу попить с вами Ну хорошо, давайте еще с чая, торт очень вкусный, очень советую, а там посмотрим, правильно Верю, верю, а вот шампанское, конечно, нет И я, конечно, поражена, что вы ко мне сюда пришли, зачем? Да, просто пообщаться Как ваше мнение, кстати? Побаливает, но, так сказать, своими волшебными руками, стараями меня Я думаю, через месяц буду в футбол играть Да, спасибо Просто, просто волшебница Не могу тебя забыть, если честно Красивый, как гости, где? Спасибо Ну, по поводу гостей, конечно, я не буду против того, чтобы там не приходили в гости Потому что у меня на самом деле мужчина есть Нет, послушай, у меня есть мужчина, который мне очень дорог И я не хочу никаких отношений, кроме как с ним Понимаешь, вообще ни с кем не хочу Потому что мне он очень нравится, поэтому, как бы, я не рассматриваю другие варианты Ну, я смотрю, кольца у тебя нету Ну, что, это не показатель сейчас, знаешь И тем более, как бы, у нас совсем другие отношения Мы же взрослые люди, как бы, кольцо это... Взрослые люди Ну, главное, что нужно Мы с тобой, может быть, пообщаемся побольше Ну, я думаю, нет, я точно сомнения не изменю Как бы, по-человечески пообщаться мы можем Я очень настойчивый Я не сомневаюсь, но, понимаешь, мы можем, как бы, пообщаться, поговорить о чем угодно Но за пределами моего дома Потому что у меня был уже такой инцидент И, как бы, была нехорошая история И я не хочу, чтобы у меня она повторялась, понимаешь, да? Поэтому, как бы... Смотри, как я твоим котам нравлюсь Я говорю, понятно, им все нравятся Нет, нет, это все нравятся Они знают, что добрые люди Я добрый, да, действительно Люди хорошие, это хорошо Но для отношения этого мало Я понимаю, ты такая... Я не могу Ты такая яркая женщина Конечно, тебе, я понимаю Наверное, от внимания мужчин Ты уже устала Но я тоже не самый, так сказать Последний мужчина Мы уже с тобой почти не знакомы Давайте общаемся Я тебе расскажу про себя Ну, ты расскажешь, допьешь чай Открывай торт, допьешь чай, расскажешь Но не более того, потому что уже каждый... У тебя сегодня плохое настроение? Нет, я свой выбор сделала И как бы менять его не хочу Понимаешь, когда человек нравится Ты на него запал и все такое Ты уже на дружбу смотришь Уважаю, уважаю Поэтому вот так вот Ну, открывай Мы тогда пьем чай с тобой И как бы у меня... Ну, вот я попер, чтобы чай У меня других дел полно На самом деле, поэтому... Ну... Может быть, сходим погуляем Может быть, ты просто дома не хочешь общаться Нет, нет, нет За внимание спасибо Очень приятно Мне как женщине очень приятно Но... Больше ничего, как бы предложить я не могу Понимаешь? Не то, что я не могу Не хочу У меня есть вот Кому как бы вот душа твоя Понимаешь? Ну, открывай Как же зовут счастливца этого? Владимир Владимир? Да Как наш президент Ну, да не говори Отличное имя Да Так что... Жалко, я не Владимир Ничего, Евгений У вас все впереди Сядьте свою девушку мечты Так что... Все будет хорошо Ну, у меня многих встречал девушек Ну, а таких, как вы Вы же... Понимаете, вы врач Вы... Это же просто... Ну, моя любимая профессия Я преклоняюсь Тем более, когда врач Еще и такой Красивый Я просто не мог устоять Ну, ничего Я вообще Ну, человек прямолинейный Поэтому вот решил Вот так вот внезапно Прийти И прям сразу Так сказать Ну, уже взрослые люди Нет, для мужчин Это прям шаг такой Ого-го Это вообще на многом говорит Но В моем случае Ну, ничего Уже все Уже песня спета Ну, хорошо Давайте пить чай В любом случае Хорошо, что мы с вами Нашли Не буду, не буду Нашли вообще мнение И останемся с вами друзьями, да? Вы очень хороший человек Галина Я еще больше Преисполняюсь к тебе уважения Спасибо Сейчас дам блюдечко Спасибо Ну, учти, Надежда Я не теряю Как сказать Блюдечка нету Там дырочка Спасибо О, какая Для запах Ты будешь только сама Ну, открывай Ну, хорошо Ну, мы попьем чай Ну, мы попьем чай На ужин погода хорошая Надеюсь, что ты пришел Настроение поднял Вы хорошая, да, конечно Нужно все-таки шампусику? Не-не-не-не Мы же тобой уже чуть-чуть повалились Нет-нет Просто подружески Просто ты уже пришел Время потратил Ты уже давай уже как бы чай попьем И вроде как с порога не развернешься Давай посадим По-моему, это не очень гостеприимно Я смотрю Ну, ладно Просто поговорим уже Ну, давай-давай чаем чокнемся Хотя В честь дружбы В честь дружбы, хорошо Это уже хорошо У от всей души, да, купил Ну, молодец Самый лучший Самый лучший Ну, а фигуре тебе заботиться не нужно У тебя с ней все хорошо Ну, спасибо У меня тоже Поэтому, думаю, не поесть ли нам торт Это да Да Ну, домой в другой раз Не ходи лучше Не то, что ко мне Вообще Лучше узнаем К себе можно К себе можно К женщинам Лучше уточнить У меня будет Возле подъезда Потому что, знаешь, всякие моменты бывают И это Бывает порой Неловкие такие ситуации Которые могут привести к последствиям У меня был такой жизненный момент Знаешь, это было очень нехорошо И как бы моей вины не было Но было как бы Ну... Слушай, а может быть, посмотришь мне ногу? Я работаю завтра На смене Ко мне придешь Ну, раз уж я пришел Нет-нет-нет Раздеваться Будем на работе И завтра я тебя жду на работе Ну, раз ждешь, я обязательно приду Завтра, да, это моя смена Все по графику Так, сейчас дам вилочку Так что... Вот завтра там у меня все Я сейчас наложу себе вот все Давай Давай, а как же я там саму купил Да-да, котики Так что без всяких там обниманий Целований А вот подружески Шампанское тоже с тобой Хорошо За тортик спасибо Очень приятно Хорошо На здоровье я всегда рад Да, я подержу Ложечка есть А запиши мне телефон Может быть, на всякий случай Нет, там у нас есть на работе У нас на работе все записано Карти есть Ладно, мы завтра увидимся На работе я работаю А завтра работаешь? Ты меня не обмануешь? Нет, на работе, пожалуйста Пожалуйста, по работе С ногой, с рукой С чемона С шеей Пожалуйста Но только не с сердцем Прямо как домашний доктор С сердцем ко мне нет Вот, нет Сердцем не есть А я думал, ты еще и как делал Куропец по совместительству Нет, нет, нет Так что спасибо Тоже меня простирать Хорошо Калина, ты смещательная женщина Ну давай, завтра пообщаемся Я был очень рад Ну, я надеюсь, мы как бы уже все Обнимемся Нет, все Все, договорились Спасибо большое еще раз за тортик Все было приятно Ну, спасибо вам Счастливо Надеюсь, не будете болеть И нет надобности Будет приходить тропун Всего доброго Здравствуйте Здравствуйте, Владимир Проходите Ну, смотрите У нас есть новости И при этом Весьма интересно Дело в том, что сегодня К Галине в гости Пришел Некий мужчина Зовут его Евгений И это Ее пациент То есть он Видимо проходил У нее лечение Но Далее происходили события Которые явно говорят о том Что Галина не намерена Ни с кем Из мужчин Иметь никаких отношений И Давайте я вам покажу Видеофрагмент Да Из которого Совершенно очевидно Что Она настроена Быть только с вами А, то есть Все хорошо Да Все хорошо Вот Посмотрите Видео Мы же с тобой почти Незнакомы Давайте пообщаемся Я тебе расскажу Про себя Ну Ты расскажешь Допьешь чай Открывай торт Допьешь чай Расскажешь Но Не более того Потому что Уже Ну, я скажу Евгений был достаточно Настручный Если бы как сделала И как бы менять И бы не хочу Предлагала, скажем так Сближение Мне кажется Та человек нравится Ты на него запал Такое Но уже на дрожжи Не смотришь Поэтому Вот так вот Ну, открывай Мы допьем чай С тобой И как бы мне Ну, тебе по коже Отключаю У меня других дел Не может Ни с ним Ни с кем-то еще Ну Может быть Ходим погуляем Может быть Просто дома Не хочешь общаться Нет, нет, нет За внимание Спасибо Очень приятно Мне как женщине Очень приятно Но Больше ничего Как бы предложить Я не могу Понимаешь Ну, молодец Не то, что не могу Не хочу Да, вот такая В общем Вот такая ситуация Смотрите Я считаю Что на этом Совершенно точно Нам надо заканчивать Наше расследование Все понятно Галина верна вам И собирается Оставаться такой В дальнейшем Поэтому Ну, если так Это все замечательно Это все просто хорошо Вы меня Очень порадовали На самом деле Да, мы тоже Мы тоже очень рады Что все так Заканчивается Остается только Признаться Галине В том, что За ней велась слежка Да, в этом Мы должны быть честны И если вы не врач Мы бы прямо сейчас Это сделали Вот так вот Да, прямо сейчас Ну, что ж Ну, в принципе Да я с удовольствием Я с радостью Ой, как она только Это воспримет Конечно Давайте Да Если что Мы вас поддержим Хорошо Спасибо Все, ведем Здравствуйте 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 Мои друзья Ребята Прости меня, пожалуйста Галя Я серьезно Я сейчас объясню тебе Я сделал одну Грубейшую ошибку В наших отношениях Я После того случая С главврачом Я попросил Наших друзей Очень хороших ребят Которые Занимаются Расследованиями Я попросил Их Последить за тобой Я сделал Группость Ты хочешь сказать, что За мной следили Все это время? Да Я сделал эту большую Группость Галя И дома Поставил камеру Прости меня Пожалуйста То есть я здесь ходила Раздето Убиралась Купалась И за мной Все это время Смотрели Эти люди Очень Очень Мне неприятно Все это Сообщать Сейчас На данный момент Ты не знаешь Как мне неприятно Это все слышать От тебя Что за мной Смотрели Галя Ну поверю Потому что Смотри У тебя У тебя Как с главврачом Было Я тебе сказал Что Мне ничего Никто Не интересует Только ты Но я же не ставлю Там камеры Я тоже могу Слушай Такой красивый мужчина Там тоже Может быть Тысяча Женщин Но я же Того не делаю А мне Домой За мной Ну зачем Ну Галя Ну успокойся Пожалуйста Ну пойми Ну мне хочется Обжигаться Уже в четвертый раз На грабли Не наступают В моем-то возрасте Я к тебе С серьезными намерениями С серьезными отношениями Я очень Ну так-то не делаю Я очень тебя люблю Ну Галя Ну прости Сразу не доверяешь Что потом Нет смысла никакого Если нет Доверия к человеку Да зачем Общить все отношения Ну представь Ну пожалуйста Какой-то прям театр Честно с ним Ну честно Ну виноват я перед тобой Ну пойми Я очень виноват Я больше никогда Не буду тебе Не доверять Прекрасно Вообще прекрасно Галина Я хотел бы Заступиться за Владимира Дело в том Что действительно Вот эта вся ситуация Его сильно травмировала Тогда С заставанием Да И в данный момент Поскольку он собирается Сделать серьезный поступок Для мужчины Ну его действия Правда были оправданными И мы очень рады Как детективы Что все Что вас не в чем упрекнуть И что вы Настолько действительно Друг в друге Сейчас находитесь Ну конечно Ну спасибо Но Галина ты меня простила Я тебя Ну как представь Что за мной смотрели Как бы чужие люди Это не очень приятно Ну да Был неправ Ну Лежащий в Олимпиаде Честное слово Галина Я буду заглаживать Свою Тебе прощается Только потому что Я тебя люблю Если бы не это Поверить Ты не поверишь Ну ладно Ну как бы Вообще Это некрасиво Ну вот теперь Мы точно себя чувствуем Лишними здесь И поэтому Мы вас покинем Нам понадобится Какое-то время Чтобы снять камеры Мы сейчас уже Они не работают Те камеры Которые в квартире Да Но они не активны Мы вас покинем Вам есть о чем Пообщаться Потом в какой-то Удобный момент Владимир ждет От вас звонка И мы придем Чтобы снять камеры Хорошо Спасибо вам большое Договорились За помощь Все Спасибо На связи Всего доброго Владимир сделал Предложение Галине Она ответила Да Пара поженилась Доверие в семье Это вещь Которую не купишь Ни за какие деньги Но как измерить Его в процентах Если за сто Принять Недостижимый Идеал полнейшего Доверия Какие-то вещи Все равно Люди будут Скрывать Друг от друга Согласны? Пишите в комментариях К этому видео И не забывайте Подписываться на канал Чтобы смотреть Новые серии Проекта Хроники измен Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok